Продолжение следует... Нет, дышать нечем, все как всегда в нашем университете, в принципе, но настроение от этого все равно не ухудшается. Сейчас идут последние приготовления для праздничного мероприятия. Комментируй, как выглядит Проценка. Проценка выглядит могла бы хуже, могла бы лучше, шучу, Проценка выглядит очуменно. Ну, у нас будет сегодня включение специальное с Юлией Проценко, еще одно включение с Василием Васильевичем Геллюком. Хор уже готов. Я так думаю, что и включение, и даже... И выключение тоже, да. Хор уже готов, хор Национального медицинского университета. Лауреаты многих премий, лауреаты многих конкурсов. Неужели Ленинской тоже? Ленинской, они еще, наверное, все-таки молоды, слишком молоды для Ленинской премии. Но думаю, что это еще придет, все придет. Последнее приготовление. Красных дипломов. Красных дипломов немного, красные дипломы можно заметить вот там, с той стороны. А что там? Собственно говоря, красные дипломы сидят вот здесь, вот здесь, вот, судя по всему, во втором ряду. Для них будет специальное награждение, специальное вручение. По программе выступления Екатерина Николаевна Амосова, ректора Моуни Багомольца. Вступление? Вступительное слово. Да, вступительное слово. Также вступительное слово от проректоров, от Ляшка Олега. Он должен быть сегодня. Олег, что вы тоже еще? Должен быть сегодня, да. Он был на первом? Сегодня сейчас должен прийти Олег Ляшко с выломы, то есть, ну все красиво. Потом освещение выпускников патриархом, либо не патриархом, либо представителем. Украинской православной церкви, надеюсь, киевского патриархата. Львовского, возможно, возможно, Львовского, возможно, не Львовского. В общем-то, вот такая вот программа у нас сегодня. Будьте с нами, ожидайте следующих включений. С вами был Андрей Мичу. Леди Джанк. А я видео снимаю. Юля, чего ты такая красивая? Спасибо маме, спасибо папе. Кстати, где они? Мне нужно идти с мамой и папой. Они сейчас должны быть здесь? Их здесь еще нет, но они где-то должны ехать. Я чувствую мандраж в ее голосе. Ладно, мы еще у Юлии возьмем интервью. Да, я не буду родить. Я понял. Шановные товариства, сегодня в Национальном медицином университете урочиста подія. Мы собралися, чтобы приветствовать выпускников 2015 года, выпускников 1-го медициного факультета. Шановные пане и пане, дозвольте урочистые сборы, присвященные 171-му выпуску лекарей и провизоров Национального медициного университета имени Александра Александровича Богомольца, голосить открытыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в этом зале 380 представников медициного факультета номер 1, в том числе 29 выпускников, которые были переведены до нас на 6 курс медициного факультета номер 1 из Донецкого и Луганского медицинского университета. Кроме того, мы выпускаемо 133 иноземных граждан, которые представляют 29 страны мира. Шановные пане и панове, в этом году дипломы с отрабатывают 44 наших выпускников и 11 выпускников медициного факультета номер 1, которые сейчас в этом зале. Это отминники учения. И я с великой радостью хочу назвать их прозвище, чтобы вы их витали. Потому что это действительно победа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ковбасюк Ирина Новицка Христина Пок Наталья Протселька Юлия Понад 500 выпускников из нашего выпускного года которые учились за государственным замовленным а это больше половины отривали направление на правило оборудование в проливную ланку охорони здоровья Приятно отзначити, что почти 200 лекарей отривали первое рабочее место в закладах охорони здоровья Киева Шановные присутники У этот день святятят свои дни народжения две выпускники медицинского факультета номер 1 Аліна Почепинець 90-го года Аплодисменты 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 Ярослава Римар 92-го народжения Аплодисменты Семьи свои за все 6 лет утворили понад 100 наших выпускников 2015-го року Аплодисменты И я хочу, чтобы мы разом приветовали Юлию Кравец в выпускнице медицинского факультета номер 1 яка есть мама трех дедачек Аплодисменты 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 надается высока честь выголосить клятву лекаря Украины Почесное право выголосить клятву лекаря Украины отримуют найкращие выпускники медицинского факультета номер 1 Дан Лизин Аплодисменты Олександра Филимонова Аплодисменты Михайло Гринько Аплодисменты Ганна Кобякова Аплодисменты Дмитро Роман Запрошу вас на сцену Клятва лекаря Украины Присутності моих учителів и коллег присутності моих учителів и коллег урочисто клянусь урочисто клянусь усі знання, сили та вміння усі знання, сили та вміння віддавати справі, охорони і поліпшення здоров'я людини віддавати справі, охорони і поліпшення здоров'я людини лікуванню і запобіганню захворюванням надавати медичну допомогу всім, хто її потребує Незмінно керуватися у своїх діях і помислах Незмінно керуватися своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі Бути безкорисливим і чуйним до хворих Бути безкорисливим і чуйним до хворих Визнавати свої помилки Визнавати свої помилки Гідно продовжувати благородні традиції світової медицини Гідно продовжувати благородні традиції світової медицини Зберігати лікарську таємницю Зберігати лікарську таємницю Не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому Не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому Постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння У разі необхідності звертатися за допомогою до колег І самому ніколи їм у цьому не відмовляти Бути справедливим до колег Власним прикладом Сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління Утверджувати високі ідеали милосердя Любові, злагоди і взаємоповаги між людьми Вірність цій клятві Присягаю пронести через усе своє життя Глянусь! 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 Дозвольте вручити почесні сертифікати найкращим випускникам медичного факультету номер один Ірині Ковбасюк Юлія Праценко Глянусь! 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 Г как последний день таких, возможно, иногда иллюзий. Но реальное жизнь, на самом деле, зависит от нас с вами. Сейчас вы объединяетеся до того поколения, которым я также считаю себя, молодым поколением. Поколение, которое гостро воспринимает неправду. Поколение, которое хочет изменений. И я понимаю, что эти изменения складываются именно в нас с вами. Школа, вуз, семья формуют нас каким-то образом. Если мы приехали до хорошего вуза, до хорошей школы, до хорошей семьи, мы всегда выходим, ну, трошечки кращими, чем, возможно, кто-то еще. Но в любом случае, в среднем вас есть личность. И не всегда эту личность смогли вытягнуть. Это будет зависеть именно от вашей работы. Эту личность сможете вытягнуть из себя самих лише вы. Когда мы видим, что происходит вокруг, иногда мы вдало критикуем, но на уровне действий ничего не делаем. Когда вы сейчас пойдете работать в системе охороны здоровья, я вас прошу, я вас предлагаю, когда вы будете видеть то, что вам резонует, берите праву в свои руки. Это важно. Это то, что сейчас сделало молодое поколение. Мне лишь 32 года. Мы с вами в разницу в 10 лет. Это ничего. Так делают сейчас эти люди, с которыми выпускалась я. Берут справа в свои руки. И когда система вам будет сказать, что опыт, мудрость, уже сформулировали певным чином певные правила, традиции. Шануйте эти правила и традиции. Но запроваджуйте свои. Свои особисти. Молодость может много чего. Молодость может все. И от нас зависит, сколько эта молодость, самих себе мы будем держать долго. Продолжение следует... Тримайте ее. Сейчас будет руйнаться иллюзий. Не хвилюйтесь и не обурюйтесь. Вы выбрали профессию по зову сердца. Осталийтесь в ней, что бы не стало.